Шанти-шанти-реф, чайник на 1,6 литра. В общем, чайник, вещь в походе такая, своеобразная. С одной стороны, вроде как, неплохо, а с другой стороны, если у вас прям поход-поход, вы не захотите его тащить, скорее всего. Здесь у нас кастрюля на 1,6 и чайник на 1,6. Как говорится, сравните, почувствуйте разницу. И кастрюлька 0,8. Никто не мешает вам варить чай по 0,8 и подливать его, да, собственно, в процессе. Вот, опять же, если чаю все-таки нужно по пол-литра на чека сразу, по каким-то причинам, ну да, чайник это хорошо. Также чайник удобен при кемпинге, удобен при каких-то пьянках, просто как отдельный элемент, который всегда с чаем, и никогда не испачкан тушенкой изнутри, его не надо отмывать. Дно имеет, как это называется-то правильно, элементы жесткости, я забыл слово кассивое, короче, продамили его, теперь оно стало жестким. Ручка стоит сама, не пытается упасть, полипропилен, можно пихать в огонь, выдерживает до 120, но гореть реально начинает через хрен сколько времени. Поэтому аккуратнее, чтобы пламя не лизало, в таком случае он проживет. Сделана хорошо крышка, собственно, точно так же, как и других изделий из этой серии. Только в отличие от маленькой дырочки на кастрюле, здесь дырочка в два раза больше. Снова не огромная, но для заваривания чая актуальна. Посторонний запах есть легкий, но это все уйдет, алюминием пахнет негде, анодирован, он достаточно аккуратно. Крепление ручки на заклепках осуществлено, все это алюминий, все это неплохо. Смотрите, носик практически не выступает за поверхностью. Кстати, я смотрю, что здесь весь чайник немножко замят в середине, то есть он немножко вмятин такой имеет по всей поверхности. Тем не менее, если приложить карандаш, то обнаружится, что карандаш, смотрите, в принципе-то проезжает. Поэтому этот чайник должен теоретически быть нормальным для того, чтобы убирать его в другую посуду, носиком там все не раздолбать. Вот такой чайник. Общее такое мнение, наверное, коллективная вещь в походе, как правило, избыточная. Но если есть, если вы можете прийти неплохо, опять же, для меня главная фишка в том, что он никогда не будет грязный, и все время можно оставаться с чайником с чаем, а не с чайником с тушенкой. Спасибо.